Just hit a button, Morty, give me a beat! Сейчас вам покажу Собственно, я взял свой темплейт Темплейт симфонического оркестра Вот здесь у нас струнная секция Деревянные духовые Басу контину, это генерал бас Обычно состоит из нескольких инструментов В данном случае у меня тут челло и орган Духовая секция, железные духовые Хор, перкуссия и voices, так сказать Из добавлений, так сказать, дополнений Которые я добавил логично К симфоническому оркестру Это фиддл скрипка Фиддл скрипка Которая звучит вот следующим образом Вот, дульцимер Я не помню, есть ли у нас по дефолту арфа В симфоническом оркестре Но тут она тоже есть Пора надеть наушники, потому что я ничего не слышу Вы-то слышите, конечно И тель-харпа Разумеется, конечно Как без нее Так, из добавлений Тут, да, тут еще вот такая прикольненькая ирландская скрипка Надо потише сделать Прекрасно Что тут у нас еще из интересного Добавлена прекрасная библиотека Вообще тут много от этой библиотеки инструментов Библиотека Гроус 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 Ну, называйте как хотите Вот, вот, вот она Называется В данном случае Это Марчингбайнд Это марширующая группа Сейчас мы их словим Какой-нибудь звук В общем, да Эта библиотека Тут много всяких предзаписанных лупов Всяких эффектов Всяких Эпактов И прочее Вот, кстати, собственно Да, вот они тут тоже есть Вот, вот, всякое такое Дроны тоже от этой же библиотеки Сейчас мы не будем собирать свои Потому что это долго Вот, все И пошла у нас атмосфера Как будто можно только их оставлять Но это ж не интересно, правильно? Тут у нас На engine Значит Тоже прекрасный библиотек на самом деле Селтикера У них вроде есть уже вторая версия В данном случае Вот, да, мы видели уже Флейточку От Селтикера Эти тульцимеры тоже Селтикеровские Эээээ комплика Арф тоже Селтикеровская Вот.. тут, собственно, боевой горн Так, и вот это вот Что это? Я уже забыл Да, вот всякое Вот Вот такое Это тоже какой-то горн Судя по всему Эти кстати погуглим Что такое у нас Канлинг А! Да, ганлинг Вот у нас, собственно Эдуційнал момент такой Вместе Потому что это тоже какая-то Этническая трубка Ритуально-Тибетская флейтура Вот Вот, 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 век живи, век учись. Тибетская флейта. Ну, пусть будет, она как бы тоже дает свой вайбик, такой вайбик. Здесь у меня на данной дорожке, как вспомогательный элемент, который мы будем вдохновляться, соответственно. Всякое вот видео, 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 прикольное, да, которое вот можно посмотреть. Под этот вайб можно, вайб, под этот видео, под этот, разговаривать я не умею. Под это видео можно будет наигрывать какие-то партии, там, еще что-то. Ну, в общем, тем прикольно ставить себе видосы. Тут еще у меня в планах. Конечно, мы ее как-нибудь обработаем. Гитарочка, я ее, кстати, не обозвал. Гуитара. Идет она у нас, получается, в струнные. Это же струнные. Конечно, по-хорошему сделают еще отдельную группу щипковых. Ладно, ничего, все равно пусть посидит у нас просто в струнных. Вот это мы переименуем как Видиво. Вы не видите, но я переименовал Видиво. Также вот тут чуть-чуть виднеется группа Войсос. Есть, кстати, студия Войсос в Москве. Приходите, очень хорошая студия. Тут у нас голоса наши, соло-голоса. Понятное дело, что есть хор, но соло-голоса мы также тут будем использовать. Это у нас, по-моему, Атлантис. Да, это замечательный Атлантис Вальгалла. Тут есть разные фразы. Вот, 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 вот. Ну, круто. Очень крутой инструмент, очень крутая библиотека. Также это тоже Атлантис, просто другое... Другая, типа... Другой вокал. Библиотеку мы оборзели, обозрели, обсмотрели. Возможно, даже не все будет тут использоваться. Я пока наигрывал. Шел в довольно банальной прогрессии аккордов. Как я вижу вот это вот спокойствие, одновременное величие вот этой вот исландской, вот этой вот нордической, норвежской природы, норвежской культуры. Возможно, даже тут немного будет вот всяких вот этих вот чисто викингов. Возможно, в какой-то момент добавить, так сказать, чтобы было. Вот, но основу я вижу вот-вот что-то такое прям... Что-то такое прям спокойное. Похуй, что ля минор. Ну, как бы, ля минор это... Ля минор это просто. Давайте сделаем наши пометочки. Это очень полезно, кстати говоря, делать маркеры, заранее продумывать, с кеми инструментами работать. Уже песня рождается. Вообще, просто песня, ребята. Прекрасно вообще. Вот так вот. Наша основная прогрессия. Это порежем, порежем, все порежем. Это нам не надо. Все. Красота. Лепота. Неимоверная вообще. Сейчас мы написали нашу аккордовую прогрессию. Тут у нас интро. Давай сюда мы добавим... Вот по восходящей, что у нас может идти? Надо думать. Надо думать. Надо мегамозг. Включаем мегамозг. Мегамозги. Мегакрутые мозги. Нужны во время мыслительного процесса, который происходит в данную минуту. Да, концепция примерно родилась. Тут у нас пусть будет такой действительно вдохновляющий билдап. Вот здесь у нас будет дроп. Такой мрачный провал. Здесь у нас будет возвращение и более насыщенная такая часть. Интера. Такой спокойненькая, прикольная. Потом нарастающая какая-то такая атмосферка. Не сильно интенсивная. Да, потом дропчик мрачный. Это мы сейчас подпишем, что он dark. Dark drop. Дальше. Возвращение. Надежды. Hope. 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 И главный, так сказать, самый активный пассаж. Epic. Финал. Epic. Финал. И вот тут по классике. Спокойный сон. Caldream. Slash. Outro. Допустим. Вот так вот. Тут у нас аккордики будут. А все на одном аккордике-то и будет. Люб включите. И вот так вот. Красота. Это у нас будут такие основные ориентировочные аккорды. Хорошо. Пока что они будут сделаны на гитарке. Так. Теперь надо, наверное, подыграть дульцимерам. Это эти аккорды гитарные, они пока что чисто для ориентира. С гитаркой мы, возможно, что-нибудь потом придумаем. Сейчас просто что из головы идет. Пока что. Да. Помним аккорды, которые у нас там играют. Такие случаи приоткрою вот так вот. Потому что мало ли я что-то забуду. Так. Интересно. И вот на таком диссонансике мы вот данную мелодию дульцимеря закончим. Давайте-ка теперь напишем арфу. Я думаю, можно, в общем-то, сейчас с ней поработать. Но старайтесь все-таки... Ну, это скорее, да, совет, наверное. Не все описать с метрономом. Особенно, когда тут такая задумка, что как бы это играли живые люди. Ну, предполагалось, что так. А сейчас я промазал. Допустим. Control-A. Control. Понял. Сколько же я в нем не играю, все равно хуйня. Да, живое записано такое. Сыграл уже? Сыграл. А, другое уже не важно. Чем вот заполнять вот такие вот моменты? Скорее всего, вы даже их и не увидите. Конечно, я же должен показать, какой я профессионал. И вначале оно нам не нужно, поэтому мы сразу автоматизируем громкость. Так, самое время, я считаю, голос. Да, тут вот второй подключается. Так, а давай-ка мы тут дрон запустим. Тоже автоматизацию здесь вот досюда нашего дультимира. Здесь мы можем уже подключить вот этих ребят, вообще-то говоря. Все, комп кончился. Так, сделаем отдельную группу на струнные. Сделаем ее сус. Вот так вот. Произошли некоторые изменения. Добавил сюда все-таки парочку дронов, которые в том числе используются как такая подложечка. Перкуссионная, фиксовая такая. Плюс добавил несколько импактов. Один. Я уже забыл. Даже что я добавил. Вот здесь вот появилась пицциката-скрипочка. Точнее, даже не пицциката, а спиката. Добавил такое плавное появление хора, плавное появление духовых. Вот такой вариант на текущий момент. И вот тут такая у нас ямка. Сейчас, я думаю, попробуем сделать вот этот кусочек, зациклить. Нет, давай-ка мы добавим пониже. Добавим чела спиката. И вот сюда его бахнем. И вот так вот нам набахаем его, значит. 5-10. Тут может начинаться у нас марчинг-бэнд наш. Тут у нас еще может подключаться наша низкая челя. Анфриз. Я решил продолжить на следующий день, потому что впал в небольшой тупичок. Возможно, это было видно, возможно, нет. У меня сейчас светло, как вы можете заметить. Поэтому, что, продолжим. Наш замечательный трек. Наш замечательный. Nordic Vibes. Наш замечательный. Наш замечательный. Все. Этим все сказано. Наши любимые наушники за 2000 рублей. Так, что изменилось? Я тут немножко еще дохимичил. Вот с частью, с этим дропом. Здесь появилась Тель Харпа. Такая довольно простенькая. Плюс я дополнил всякие импакты. Такие с уши и так далее. Добавил сюда вместо Вархорна вот этот вот канклинг. Я уже забыл. Мы с вами гуглили, как он по-русски называется. Но я уже забыл. Плюс записал сюда еще вокальчик. И немножко его расширил до более логичного размера. Потому что пока не совсем понятно. Мой компьютер уже дает сигналы, что многовато используется. Но по сути, по сути, больше-то и особо-то и не будет использоваться. Потому что большинство инструментов уже, как таковых, задействовано. То есть у нас основная база под дроп есть. Давайте, наверное, сделаем следующим. Вот это вот, значит, Hope Coming наш. Надежду. Вера, надежда, любовь, как говорится. Конечно же. Так, что тут? Вот у нас оно завершается на таком вокальчике. Я думаю, мы здесь добавим среднюю секцию наших струнных. Вот эту часть причем. А что, вот так вот у нас? Пусть будет так. А, кстати, здесь у нас будет уже соло. Нет, и вот так вот. Да? Тут тоже on freeze. Здесь, значит, там тоже. Ух ты, какая у нас тут. Эй, прогрессит у нас, кстати, игра. Если вдруг кто знает, что это за последовательность нот, можете написать в комментариях. Это моя первая фраза. Пишите в комментариях. Вот это да, представляете? А вот здесь вот, кстати, мы уже задействуем гитарку. Давайте сделаем так вот. Ctrl D. Тяжко дается у нас Ctrl D. Но сейчас такое бывает. Такое бывает, когда компьютер слабенький. И здесь нам нужны woodwinds. Woodwinds. Это мы удалим. Это тоже удалим. Да, 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 да. Вот такой вайп здесь нам нужен. Такое настроение. Значит, дописалась наша гитарочка. И добавил еще такие пиликающие где-то там на заднем плане челу. Тоже спикат, который у нас тут продолжается. А, ну еще гитару дублирует арфа. Тут такие аккордики у нас с добавлением в основном шестой ступени, которая добавляет такую окраску упростительную, но больше положительную. Так, добавим сюда еще вокальчик, который будет у нас петь. Замечательная пеет, и у нас будет замечательная. Да, вообще клево. Давай-ка мы еще задублируем, чтобы у нас верхняя скрипочка играла тоже с пиката вот это вот переливающиеся вещи. Ой-ой-ой, господи. Что же делается-то? Что же делается-то? Давайте, значит, мы еще добавим контактик. Наш любименький, замечательненький. Подождем, пока он появится. Замечательно. Тут добавим нашего нуклеуса. Значит, брас, трампец и стокотистим. Такую артикуляцию. И дублируем вот этот кусочек от челлю. Обзовем его. Сразу же мы его включаем утрек-дилей. Такой вот. Сейчас нам нужно будет unfreezing наши железные духовые. Вот бабах. Знаете, что нужно еще сделать? Нужно автоматизировать, автоматизировать динамику у наших трампетов, которые мы добавили стокката. Соответственно, вот он добавился, наш динамикс. Хотя, может быть, я наделал. Что я наделал? Так, это мы вернем. Надеюсь, больше ничего не это. Ладно, будем так вот ручкой крутить. Прекрасно. Вот она у нас задавляет. Вот так вот. Это слово такое есть. Я в курсе. Ну, вообще, давайте пройдем сейчас по, значит, нашим автоматизациям. Сейчас давайте unfreezing вот эту историю. Здесь тоже нужна автоматизация. Добавляем так же. К сожалению, тут пока не предусмотрено, чтобы колесико модуляции записывалось отдельно. Configure. Бам-бам. Бам-бам. Тут у нас ничего не сбилось. Так, и freeze. Так, теперь unfreeze, значит, челло. И делаем тут то же самое. Закемопилось. Давай запишем. Прекрасно. И freeze. По-хорошему, это все делается во время записи с колесиком модуляции хотя бы. То есть, смысл такой записи, что максимально оживить инструмент и максимально использовать какие-то штучки, которые делают максимально натуральное звучание. Вот. Теперь со скрипчиками. Вот так вот. Красота. И freeze. Ну что ж, с таким железом приходится идти на такие ухищрения. Конечно. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас в арфе можно сделать. Зин-зин. О-о-о-о. Нет, так. А, появилась. Наебочка произошла небольшая. Бам-бам. Вот такое дело у нас. Надо бы, наверное, тут уже по всему троечку пройтись. Сись. Тут у нас вроде уже есть автоматизация. Так, давайте послушаем. Так, я надеюсь, вы почувствовали разницу, потому что она есть. Появилась некоторая жизнь. Так, и теперь вот это мы копиранем вот сюда. Уберем автоматизацию. Вот эту именно. Так, замечательно. Сейчас тут надо заглюком прессить это дело. Ну, появись, пожалуйста. Теперь здесь тоже динамикс. Да, здесь у нас будет динамикс. Динамикс. Класс, класс, класс. И последний. Басы у нас. Басы. Я люблю басы. Басы. Вообще класс. Давайте тут громкость автоматизируем. Теперь, я думаю, нужно добавить тубы. Низкие, низкие, низкие брас. Слоу-брэйс. Вот это вот всю историю. Значит, давайте мы анфризим вот это дело и вот это. И вот отсюда у нас будут два вот таких, две записи. Да. Давай по новой. Миша. Так, теперь анфризим вот этих ребят. Теперь фризим эти треки обратно. Уф, вот это круто. И эту же партию можно добавить в соло вот сюда. Йоу. This shit is fire. Давай-ка мы тихонько еще сюда woodwinds добавим. Да? Прикольно. И надо у них же записать их удаляцию. Я думаю, их таких красивых можно попернуть еще вот сюда. Автоматизировать громкость. Тут оно пусть остается как есть. Тут оно будет потише. И тут как есть и на повышение в конце. И дублируем. Сейчас помню, секретные материалы какие-то там чуть-чуть. Ну ладно. Я показал, как я чешу свою руку, пока у нас фризисы треки. Это абсолютно нормально. И у меня появилась идейка. Хочется, хочется вот на вторую часть нашего дропа добавить вот, наверное, Тиногуловский челло. Артикуляция из пиккато. Чтобы, так сказать, саспенса нагнать немножко в данной части. Да, он прям такой вот яркий. Где-то вот здесь. Теперь отрежем сабы здесь, если они есть. И теперь какой-нибудь Clocking Loop. Часики, частики, частики. Еще больше саспенса. Больше саспенса. Мало саспенса никогда не бывает. Саспенса. Саспенса. Слово такое дебильное, честно говоря. Вот. Потому что я уже потерял его. Вот тут есть для этого целая коллекция тоже. Пожалуйста. Прикольно. Да. Такой пример у нас конец получается. Так, сюда еще хочется стаккато брас. То есть трампет у нас там дальше подключается. Тромбоунс. Попробуем. Тромбоуни. Стакарисимо. В общем, итог. Я причесал весь проект. Зафризил и зафлатанил все дорожки. То есть они теперь в виде аудиоволн. Чтобы как минимум разгрузить его. Потому что это было жестко. И записал перкуссию. И соответственно я тоже уже зафлатанил. И по сути все. Такой вот интересный у нас получился крючок. Вот. А теперь давайте послушаем. И ну если вам понравится. То реакция какая-нибудь. Может быть, да. Я не настаиваю. Но было бы славно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok